Это книга воспоминаний, которую ведет мой дедушка для потомков. Здесь много сокровенных вопросов и ответов на них. Мэнди 26. Она живет в Бремене и изучает культуру разных стран. В России воевал ее дед. Два ранения, плен. Сейчас ему 98, но до сих пор в семье о войне вспоминать не принято. Этот дедушкин дневник она часто перечитывает, чтобы понять его жизнь и отношение к войне. Раньше о Беларуси я мало знала и думала, что когда-нибудь побываю в России, где пришлось воевать моему дедушке, где он был ранен и попал в советский плен. В этих странах Восточной Европы я впервые. Честно говоря, эта тема для меня до сих пор больная. В волонтерском лагере 20 человек. Белорусы и немцы посещают мемориалы, благоустраивают захоронения, дискутируют на тему мира и войны. Да, территория будет красивая, и там еще есть такие домы старые, и надо сделать ремонт, чистую территорию и сделать все в порядке. На Кобринском укреплении шли самые жестокие бои. Здесь размещался штаб 125-го стрелкового полка. Здание недавно отреставрировали, сохранив в первозданном виде. Все как было до войны. Сейчас здесь патриотический центр, где ребята живут и изучают историю. Здание очень сильно оба потерпели в результате Великой Отечественной войны. Когда мы реставрировали штаб, мы старались оставить все пулевые отверстия. Точно так же, когда начнется реставрация и казарм, будем поступать и с этим зданием. Сохранить историю, максимально донести ее до потомков, познакомить с этой историей, нашей героической историей, как можно большее количество представителей других государств. В этом году смену посвятили 100-летию Первой мировой. Но для каждого, пожалуй, понятие война связано с собственной историей. Алина из Минска в молодежном центре первый раз помогает общаться волонтерам в совершенстве владеет немецким. Часто гуляет по руинам Брестской крепости. Где похоронены ее прадеды, неизвестно только то, что были на войне и погибли. Дедушки воевали на территории Беларуси, в Минской области, где точно это тоже неизвестно. Постоянно посещают мысли о войне, о том, какой вклад внесли мои родственники и как это все происходило. Но разговоры в лагере не только об истории. Знакомятся, трудятся, обсуждают увлечения, культуру, спорт. Армейский антураж не смущает, а еще больше придает романтики. В Беларуси волонтеры проведут две недели. Брестская крепость, Каменецкая вежа, Нарыч, где в Первую мировую проходил фронт. Главное – память о войне, наполнить содержание. Люди, которые погибли тут, и немцы, и беларусы, и русские, и казахи, в принципе, были такие же, как мы. Люди нашего возраста им было 18, 20, 30. Они имели семьи, они не дзенародились. И для нас важно дать отказ, как так отрималось, что все эти люди сейчас лежат тут, в этой земле. И нам совсем не хочется идти таким шляхом. Каждый день, проведенный в Беларуси, Мэнди описывает в своем дневнике. О центре, о крепости, которой ничего не знала. И о людях, которые за несколько дней смогли стать, как минимум, хорошими друзьями. Все эти впечатления она увезет домой. Ирина Никитина, Юрий Титов. Наши новости. Брестская область.